Павел Павлович Что вы говорите, вратаря? Конечно, надо бы поменять вратаря, конечно, такая дыра в команде. Да, поменять. Да, ну, где нам, что? Покупаем бразильца? Нифига себе! На какие шиши? Понял, не мое собачье дело, понял. Здорово, батя! Здорово, Залепёхин, коли не шутишь. Мы зывали? Не то слово, Залепёхин. Что-то до меня дошли слухи, батя, что я вас типа не устраиваю. Мы берём бразильца. Я не понял, батя, я что, серьёзно жоль вас не устраиваю? Нет. Главное, я все команды, с которыми я играю, устраиваю, а вас нет. А нас нет. Ну как мы можем тебя оставить? Вот если даже взять последний матч, мы играли с командой берега слоновой кости. Они до этого вообще мяча ни разу не видели. Ни разу не ударили по нашим воротам. Как мы умудрились проиграть 14-0? Как ты смог занести мяч 14 раз в наши ворота? Да у меня свои нарабошки, комбинашки, понимаете? Ну, батя, ну ухал, короче. Зачем тебе это знать, батя? Спи спокойно. Пишу приказ об увольнении до Лепёхи. Не надо, батя, брать Бразилию. Я говорю, не надо брать Бразилию. Я извиняюсь, у меня входящий звонок. Алло, да. Да. Кто говорит? Зубило? Когда мы с вами играем? Через 4 дня? Сколько надо пропустить? 4 гола. Да сделаю для вас. Вы что? Вы же постоянные. Да какие скидки? У меня скидки только от 10 голов. Насчет цены. Насчет цены. Сейчас у меня немножко дороже. Обстоятельства поменялись. Не могу говорить. Насчет цены узнаете на моем сайте. ВВВ за Лепёхин всегда гол. Точка ру. Да, все. Я не могу. Я уходово на приеме. Все, батя. Все, да. Батя. Ты меня так разволновал, отче. Батя. Короче. Я так разволновался сейчас. Я не понял. На чем мы остановились? Не надо брать эту Бразилию. Понимаешь? Этот банан. Этот кокос. Кому он нужен здесь? Понимаешь? Пацаны не простят вас. Понимаете? Пацаны не поймут. Пацаны не поймут то, что мы проиграли последний матч со счетом 19-0. Последний мяч летел 25 метров выше ворот. Я не знал, что для такой прыгучей. Не думал. Ты уже у трибуны его поймал. И за него вот... Все, увольняю. Батя, не надо. Приказ. Вы футбол сейчас осиротите, понимаете? Будем сиротом. Вы семью мою осиротите. Приказ 23. У меня семья. У меня дома три ежа. Понимаете, Батя? У всех семья. У всех дома ежи. Что у тебя? У меня дома ежики. Пацан. Пацан. И пацан. Понимаете, Батя? А что ж ты мне раньше не говорил, что у тебя... Так ты ежист? Да у вас же кроме футбола ничего, понимаете? Все. Одни мячики в глазах. Так ты сразу мне сказал, что ты ежей любишь, понимаешь? Да если хотите знать, у меня любимый фильм «Ежик в тумане». Да ладно. Да я клянусь. Да ты листай. Да ежик в тумане. Ну как это может быть? Я вообще этому ежу бы Оскара дал. Понимаете? Ну как так может быть твой любимый фильм, если это мой любимый фильм про ежа? Какой там еж? Как он там сыграл? Ой, там еж. Ой, знаешь, там лошадка, лошадка. Помнишь, лошадка, все в тумане, понимаешь? А он непростой этот еж. Он шифруется, конечно. Я думаю... Зачем ежу лошадка? Да я думаю, он бабник этот еж. Знаешь, он капустой напорится, молока нажрется. И знаешь, к ежикам. Ну, еж еще тот. Все в тумане, все зашифрено. Я смотрю, вы тоже ег. Я тоже, когда был молодой, был таким аж ежом. А сразу видно, Ваня. В институте никому не давал проходу, да. Я на проходной сидел, да. У меня фиг пройдешь вообще, да. У меня не забалуешь. Приказ. Номер 2345927. Ваня, оставьте меня. Ну вы меня вынуждаете сказать. Ну не любят бразилец ежей, понимаете? Наставим полюбить. Ежики вообще бразильцев боятся. Кто тебе сказал? Да потому что бразильцы любят только кофе, понимаете? Все. Да ладно. Да надо спасать ежей Бразилии. Я вообще предлагаю открыть фонд помощи ежиков Бразилии, батя. Стоп. Стоп. Вот с этого места чуть-чуть медленней. Значит, я готов. Так. Перечислять фонд ежиков Бразилии. Так. 20 процентов с каждого проигранного мной матча. Да ты за кого меня держишь, а? Ты вот, ты думаешь, кому ты говоришь? Ты читал? Ты читал прежде, чем вошел? Кому ты вошел вообще? Ты мне смеешь это? Мне? Тренеру смеешь это предлагать? Да у тебя как язык повернулся? 20 процентов. 30 и не меньше. 30 процентов. И все. Я говорю, вот, что не сделаешь? Значит, ради вымирающих ежей Бразилии. Значит, насчет зубила мы с вами. Павел Павлович, это я. Значит, я тут провел беседу за Лепехиным. Раз, два, три, четыре. Я просто посчитал, сколько пропускает этот бразилец. Понимаете? Вот на 20. Если наш лох, тот просто лохнесское чудовище. Да. Наш просто стал понимать игру. Да. На глазах растет пацан просто. Да. Я думаю, его надо будет оставить. Да. Оставить. Пусть пока побегает. Да. Да. Посмотрим пока. Посмотрим. Я хочу прочитать рассказики. Знаменитые картины. Как бы назвали художники, какие картины они написали, если бы они жили в наше время. Картина Ван Гога. Селфи с перевязанным ухом. Картина Серова. Девочка с пирсингом. Картина Саврасова. Дроны прилетели. Картина Да Винчи. Мадонна с младенцем от Гая Рич. Картина Малевича. Черный ящик Якубович. Картина Васнецова. Витязь на распутнице. Картина Вейер Мейера. Девушка с жемчужной сережкой на лабутенах и в охренительных штанах. И картина Васнецова. Три богатыря высматривают покемонов. Еще один рассказик из области абсурда совершеннейшего. Мы о предметах много разговариваем. А вот, что бы о нас могли сказать предметы в нашей квартире, если бы умели говорить. Кресло. В своей жизни я повидал немного, но человека знают только с хорошей стороны. Культ от телевизора. Вот обо мне он забывал. В такие минуты я терялся. Носок. Ты это нам с братом расскажи. Авторучка. Этот подлец меня бросил ради какой-то клавочки. Клавиатура. Потому что я современный. Аудиомагнитофон. Помогите пенсионеру. Дайте что-нибудь пожевать. Швабра. А меня этот подонок склонил к половой жизни. Вы не представляете, какими грязными вещами мне приходилось заниматься. Стиральная машина. Еще как представляю. Носок. Ты на что намекаешь, одноглазая? Трусы. Удивительно. Мы работали с ним много лет, но ни разу не видели его в лицо. Зеркало. Везет вам. Меня от его морды уже тошнило. Мусорное ведро. А я его любил. Он был таким галантным. Каждый день выносил меня на прогулку, нежно держа за ручку. Тапочки. Захлопни крышку, вонючка. Этот мерзавец похитил нас, когда мы были еще совсем юными. Полотенце. Меня он тоже украл из турецкого отеля. Чемодан. Да я в тот раз вообще чуть не лопнул. Кухонный нож. А вот нас с братом он постоянно материл. Хлеб. Ну правильно, вы же тупые. Гвоздь. Остряков он тоже не любил. Мне, например, надавал по шапке и замуровал в стену. Ему еще один стукач помогал. Молоток. Я не стукач. Я главный помощник человека. Изолента. Ой, не могу. Не смеши меня. Да, клей момент. Я вас умоляю. Деньги. Что бы вы ни говорили, о нас он любил больше всех. Бутылка водки протестую. Вас он просто хотел иметь, а меня любил всем сердцем. Ведь я, я понимал его внутренний мир, холодильник. Зато мой внутренний мир, он ценил больше всего. Кофемолка. Не спорьте, братцы. Давайте лучше помолимся. Следующий. Добрый день, доктор. Здравствуйте. Можно? Присаживайтесь. Вы у нас кто? Агния Барто. Шутник, что ли? Агния Барто. Вы там уверены? Да нет. Я серьезно. Возь, пожалуйста, можете посмотреть. Действительно. Агния Барто. Ну-ка, поверните. Ну, просто одно лицо. Ну, ладно, Агния. Слушаю вас. Доктор, у меня проблема. Я вижу. А как это вы видите, Сон? Ну, я же врач. Я вижу. Видите хорошо? Прекрасно. Последняя строчка в таблице. О-о-о. Сверху. Ши-бы. Пожалуйста, проверяй. Я не вижу. Ну, что у вас еще, Агния? Совершенно посторонние люди на улице интересуются графиком работы моих ближайших родственников. Они постоянно спрашивают, все ли у меня дома. Агния Барто. Да. Нога болит. Колено. Ну, это уже по нашей части. Какая нога болит? Поднимите штанину. Я посмотрю. Да не, не моё. Ну, правая, она опухла, она и болит. Вот я удивляюсь на вас. Вы что, вы врачи, что ли? Ну, да как вы так решили? Вот правая у вас опухла. Ну, откуда вы решили, что у вас опухла правая? Может быть, у вас левая похудела? Да нет, домкрат упал на правую. А при чем здесь домкрат? Домкрат здесь при чем? Ну, как? Вы вообще кто? Агния Барто, я говорю. Ну, я помню вас. Ну, я помню. Я хотела вас спросить. Где вы работаете? А, я дальнобойщик. Батенька, влипли вы. Тут медицина бессильна. Да я не в этом, не в этом дело. Просто если я из-за своей ноги вовремя не привезу груз, я попадаю на серьезные деньги. Дорогой Агния. Слушаю вас. Вот я сейчас открою вам маленький секрет. Так. Понимаете, какая получается история? Вот я здесь сижу с вами в этом кабинете и тоже попадаю на деньги. Каким образом? Ну, если бы вы мне нормально платили. Я разве сидела бы с вами вот сейчас в этом кабинете? Я бы не разглядывала ваши ноги. Нет. Я бы сейчас была в Турции, я бы отдыхала, я бы смотрела на совсем другие, интересующие меня как женщину, чаще всего мужского организма. Давайте я вас послушаю. Что, прямо здесь? Ну, а где вы предпочитаете? В коридоре, что ли? Ну, как-то. Ну, мне надо послушать вас, понимаете? Я однажды пришел в кабаре. В кабаре мне сказали. Харе. Я же пришел тогда. У вас что, не все дома, что ли? Все. Я говорил, у меня теща уехала на пару дней. Куда? В Саратов. Да я помню про вашу тетчу, ШБ. Я просто не понимаю, слушайте. Ну, с такой патологией, почему вы ко мне пришли? Ну как, нога болит, я пришел в кабинет травматолога. Ну, я терапевт. А почему вы сидите в кабинете травматолога? Потому что сегодня я за него. А он где? Господи, травматолог за окулиста, окулист за гинеколога, гинеколог за отоларинголога. Понимаете, такая система у нас. А главный врач? А главный врач, в Турции загорает козел. Ну и что мне делать с моей ногой? Я не знаю, ну что вам, дед, у вас же нога болит, вы идите. К хирургу. А как мне к нему попасть? Очень просто. За него сегодня проктолог. Давайте лучше сделаем рентген. Какой вы быстрый. Агния. Кто же вам рентген сделает? Если у вас нет направления от терапевта. Ну так дайте мне направление. Ну я же вам объяснила русским языком. Терапевтом я буду завтра. С 8 до 11. Но я вам направление не дам. Почему? Потому что у вас нет манту. А когда я могу сделать эту манту? Ну манту можно сделать в нашей поликлинике. Но мантолог сейчас в отпуске. Поэтому манту на следующей неделе. С 2 до 3. В среду. Идите вы знаете куда со своим прививкой? Куда? Куда? В Турцию. В Турцию. Агния. В Турцию я бы с удовольствием. Только кто меня туда возьмет? Да кто угодно. Хоть я. Чего? Это уже интересно. Чего? А вы знаете я согласна. Не надо я пошутил. Я даже с вами. Я пошутил на семья. Какие шутки. Какие шутки. Шутить лучше на другом кабинете. Куда вы пошли. Куда вы пошли. Куда вы пошли. Верните себя. Ну и славненько. Так и запишем. Лечение проведено амбулаторно. Жалоб нет. Полностью здоров. Следующий. Добрый день. Здравствуйте. Я слышал, вы всех уволили. Я мог вас видеть. Это вы играли третьего гриба в пятом составе? Да, это я. Ага. И что вам надо? Я знаю, как усовершенствовать театр. Как? Я все знаю. Я все написал. Все готово. Вот все партитуры, все пьесы. Надо сделать все, как на Бродвее. Я в этом уверен. Бродвей даже отдыхает. Мы получим Оскара. Вот на Бродвее есть, например, мюзикл «Кошки». А мы сделаем мюзикл «Бложки». Для лилипутов. Вы это серьезно? Серьезно. Бродвей отдыхает. Оскар нам обеспечит. Понимаете? Вот, например. Что такое? Ромео Джилетов. Фу. Сопли с людьми, любовь. Никому не надо. А мы Ромео Джилетто скрещиваем, например, с Вием Гоголя. Представьте, Джилетто две недели отмечает новогодние праздники. У нее потяжелели веки. К ней приходит Ромео, и она ему поет. Мы с тобой наедине, да при полной и при луне, молодой человек, поднимите веки мне. А? А? Ромео чертит вокруг себя, как мелом круг. Джилетто бьется лбом об этом и поет. Поднимите, поднимите, поднимите. И от страха свою челюсть уроните. Вот ноты. Послушайте, вы дыхните, а? Ха! Вы это по трезвости придумали? Абсолютно. Что это такое? Это ноты. Поднимите челюсть, поднимите. Что это? Бред какой-то. Ну, хотите, может быть, другой студент, например, добавить эротики. Поставим спектакль, к примеру, «Муха-потаскуха». Не надо. Ну, хорошо. Давайте поставим «Василиса-приблудная». Не надо. Ну, по сучьему велению. Слушайте, зачем? Стойкий оловянный... Я же просил без эротики. Стойкий оловянный солдатик. Это Ганс Кристиан Андерсон, понимаете? Не надо. Ну, не надо. Какой вы капризный. Ну, давайте поставим классику «Преступление и наказание». Но по-новому. Вот я всё написал. Представьте, Раскольников с топором заходит к бабке в квартиру и поёт арию. А-ба-бошка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк Я за ней с топориком прыг-брыг-брыг-брыг Я её по темечку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк Хрящ-крящ-крящ-крящ-крящ Да и шмык-шмык-шмык-шмык А тут вступает хор чёрных риэлторов Бабушка-бабушка-бабушка-старушка Вот и в центре города освободилась двушка Вот ноты Послушайте, там бабушки с детьми приходят Мы же не можем их топориком, что вы вообще? Можем поставить тысячу и одну дочь Что? Тысяча и одна дочь в мюзикл про героиню Что там происходит? Там всё просто Женщина рожает и поёт Женщина рожает Женщина рожает На сцене? На сцене И поёт Вместе весело рожать по просторам Улавливаете? А мужской подпевает хор Эй, кухня Эй, кухня А тут в женских вступает хор Давай, давай, ехдуся, ехдуся, выжимай Ага А женщина рожает и кричит Чуть помедленнее, кони Чуть помедленнее, вот ноты Где-то здесь у меня валерьянка была Я прям валерьянка Значит, есть ещё одна неплохая идея Женская драма Федорина горе Федорина горе? Да И что там происходит? А вот послушайте Сбежала от бабы Нет, только посуда Все от неё мужики Убежали Никто с Федорой Дружить не хочет И не приласкает Какая бой Какая бой Федорина горе Най-най Вот ноты По-моему, это слишком неожиданно Ну, неожиданно Хотите другое? Есть Намючкал Ну, почти простоквашина просто Трое просто квасили Слишком банально, извините Банально вам А вот, например, застольное Винни-бух И утренний Винни-опух Таково Слушайте, нам, конечно, нужна свежая кровь Но не настолько свежая Есть про кровь Муха-вампирюха Боже мой Слушайте, идите, знаете В железнодорожном театре Нужны вот такие артисты, как вы А я там уже был И что? Что? Я им принёс свою пьесу Месть кота в сапогах Называется Кот в тапке Что там происходит? Кот ходит в тапке Вы меня просто уже заразили своим креативом Вы знаете что? Я думаю, надо скрестить Два Произведения Отелло И идиота Прекрасная идея А кто будет идиотом? Угадайте Роль Отелло я беру на себя Действие такое Отелло Душит идиота Вы душите современное искусство И носитесь, молодой человек Ужак стил Граждане дорогие Представляете Приходит к нам Страховой агент И прям с порога Росгос Возрос Страх Здравствуйте Знаете ли вы Что в связи С участившимися случаями Столкновений людей Друг с другом В стране Вводится Обязательное Страхование Тел Ведь тело Ничто иное Как средство Передвижения Надеюсь вы это понимаете У вас тела Какого года выпуска? Я аж мимо стула сел Агент успокаивает Видите ли Закон Об осадго То есть Обязательное Страхование Анатомического тела И голодранской ответственности Еще в работе Но мы уже Своих клиентов Страхуем На бланках Автогражданки Зато со скидками Торопитесь Какого года Выпуска ваши тела? Я сообразил Что это год рождения Отвечаю Мое тело 65-го Жены 69-го Замечательные Имена производителей Жена чаем Поперхнулась Родителей Ваших имена Я назвал имена Родителей Агент уставился На мою супругу В каком городе Ваше тело Сошло с конвейера Я возмутился Что значит С конвейера А моя сообразила Говорит Я родилась В Тольятти Агент радостно Так вы ладо А номер модели Жена плечами жмет Агент уточняет Вы по дому Все делаете Да? Стираете Убираете Готовите Жена говорит Да Значит шестерка Жена Вместо бублика Палец укусила А ваше тело Какой марки Я до речи потерял Агент уточняет Вы чем занимаетесь По жизни Я отвечаю Ну как все Кручусь верчусь Мотаюсь туда-сюда Жена говорит Ага На диване С боку на бок Переворачивается Агент Мотаетесь И переворачиваетесь Так вы фура Пробег у ваших тел Большой Я руками развел Моя со злостью Опять забыл Да? Шестнадцатого числа Двадцать лет отмечать Будем как вместе Пробегали Агент восхищен Но в наше время Это редко Сейчас обычно так Годок поездил И меняют А в угоне Ваши тела бывали Я говорю В смысле Ну вы друг другу Изменяли когда-нибудь Я говорю Как вы могли Такой подумать Он говорит Про вас-то я не подумал У вас противогонная внешность А вот у жены вашей С ее дизайном Окинул ее с головы До нога Потом говорит Хотя шестерки Редко угоняют Жена Чай допила За варку жует Страховщик Продолжает свой допрос Прицеп имеется? Че имеется? Ребенок есть? Я говорю Да И прицеп Прицепка Ага А на ЦО Давно проверялись? На что спрашивают? На выхлоп Я покраснел Но ответил достойно Говорю Данных нет Учет не ведем Но проветриваем постоянно А каков у ваших тел Расход топлива На сто километров? Моя сразу Какие там сто километров? Они пока с Мишкой До огорода добирались Всего километр Уже пол литра топлива выжрали На огороде литр Капец уже на колесах не стояли Агент Ага Ломаетесь Часто же Она говорит Я никогда не ломаюсь Я имею ввиду Как часто вы болеете Я отвечаю Ну обычное дело Сердечко шалит Так Проблема с карбюратором Кашляем иногда Чихаем Маслофильтра Надо смотреть Я уже сам на нервной почве Чай в сахарницу налил Пью Агент продолжает Накибь на радиаторе бывает Чего? Перхоть есть? Говорит Да вроде нет А в каком у ваших тел Состоянии кожа на сиденьях? Я говорю Не знаю Давно не видели Так и запишем Небольшие потертости Я говорю Слушайте Может хватит Последний вопрос На холодную Хорошо заводитесь? Я отвечаю Да когда как Но раз пока жена заведется Я уже заглох Ясно Позднее зажигание Платите страховые премии Держите в страховочке Удачных телодвижений И исчез Я набираю обороты Бегу к Мишке Разузнать Ихние тела Сегодня страховать Приходили И так разогнался Что не заметил Идущего из-за угла По тротуару Мужика С обвисшими усами Как у запорожца С картины Репина Мы с ним лоб в лоб Как из-под земли Инспектор ГАИ Фиксирует ДТП Двурожно-телесное происшествие Предъявите страховку на тело Я предъявил Говорит Надо же Все документы в порядке Немедленно К теломеханику Приводит нас к врачу Тот прям с порога Откройте капот Я открыл рот Он смеется Молодой человек Открыть капот Значит задрать майку А вы открыли пепельницу Я ему попрошу Без оскорблений Он Магнитолу выключите А ну-ка Снимайте чехлы Раздевайтесь Мы разделись до трусов Тело механик Головой покачал И выдал Да Ни дизайна Ни качества Вот уж Воистину Тело не роскошь А средство Передвижения Тут у меня еще В животе заурчал Он О Глушитель засорился Глянул на запорожца У него ноги кривые А у вас Говорит Батенька Сход развал Не отрегулирован Зачехляйтесь И пишет заключение Износ значительный Тела Пора Менять Я схватился За то Что теперь называется Мотором Почесал лобовое И тут же Проснулся В холодном поту Граждане дорогие Я вас прошу Я вас прошу Про этот мой сон Никому ни слова А то Чего доброго Примут Такой закон Нам придется Техосмотр проходить И носить Вот это Рано-рано-рано Утром В понедельник Жена Сашки Боброва На неделю Уехала В командировку Он ее проводил Перекрестился Позвонил соседке Соседка пришла Сразу Дело Житейское Лежат Они На диване Соседка Вся Из себя Видная Улыбаются Особенно Шурик Ну Соседка Аж красавица Сто десять Сто десять Двести четыре Шурик Правда Помельче будет Тут Звонок в дверь Шурик Пока Перелез Через Двести Четыре К двери Подошел Не сразу И культурно Так спрашивает Кого там Ну в смысле Кто там А из-за двери Голос жены Это я Бобров стоит Счастье полное Шлепанцы А сам не верит Кто там Шурик Это я Вера Бобров Спрашивает Что Неделя Уже Закончилась Она говорит У нас Самолет Поломался Ползал Ползал Кругами Так и не взлетел Открывай А Бобров знает Что если жена Его с соседкой Застукает Он потом До конца жизни Будет ползать Кругами Как тот самолет И он решил Тянуть время Кто там Жена Психанула На звонок Надавила Стоит Ждет От этого звона Соседка на диване Проснулась Смотрит Шурика рядом Нет Стала вызвать Ку-ку 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 Ку Соскучен Бобров Смотался В комнату Попросил Соседку Чтоб она Не гавкала Ну в смысле Не куковала Она спрашивает Почему Шурика Потому Откуковались Жена Вернулась Ты не могла Бы Улезть В форточку Соседка Я попробую Подсади Шурик Как мог Подсадил Все-таки 204 К двери Вернулся И спрашивает Женщина Че вы тут Раззвонились Дома все равно Никого нет Жена Спрашивает А кто У вас Там Ку-ку Шурик Это В часах Ку-ку Шурика Рожает Жена Спрашивает А вы Кто Будете Шурик Автоответчик Минут Через Десять Жена Опять Позвонила Кто Там Жена Говорит Еще раз Спросишь Кто Там Там И Останешься Шурик Подумал И честно Спросил Там Кто Жена Говорит Лошадь В пальто Шурика Товарищка Было Вам Нужен Ипподром Тут Жена Как Заорет Бобров А ну Открывай У Шурика С испугу Перемкнуло И он Ляпнул Первое Что пришло В голову Мамка Никому Не велела Открывать Жена Чуть Не упала Какая Мамка У тебя Что Белая Горячка Шури Говорит У меня Никого Нет Я Один Тетенька Она Говорит Я сейчас Проверю Дяденька Жена Выбила Дверь С первого Раза Ну Там Было Чем Выбивать У нее Уже 140 140 290 Было Еще В 8 Классе Когда У Боброва Измерять То было Нечего Шурик Голову Руками Прикрыл Ждет Когда Убивать Будут А Жена Жена Стоит Молчит На окно Смотрит И Крестится А в Форточке 204 Застряло Жена Спрашивает Кто Там Шурик Говорит Не знаю Наверное Ветром Занесло Вера Догнала Мужа Только На ипподроме Шурику Еще Повезло Что Сознание Он Потерял Сразу И Не видел Что Гипс Ему Потом Наложили Не Только На 140 И На 73 Ну Короче Был В гипсе От И До Здравствуйте Знаете Нас часто Называют Двое Из Ларца Одинаковых С Лица У каждого Человека Есть Свой Двойник Которого Называют Второй Голос Или Второе Я И Хорошо Что Мы Этот Внутренний Голос Не Видим У Других Людей И Второе Я Тоже Не Видим И Не Слышим Иначе Это Была бы Наверное Катастрофа Но Давайте Представим Что Мы Обрели Возможность Видеть И Слышать Второе Я Других Людей Вот Представьте Выступает Некий Человек На Банкете Своего Начальника А Его Второе Я Изредка Дорогой Наш Юбиляр Драгоценнейший Наш Кондрат Абрамыч Разрешите Мне Сказать Буквально Пару Слов Че Сказать Этому Борову А Сказать Надо Все Так Начальник Каждое Утро Я Просыпаюсь С Одной Единственной Мыслью Скорее Боже Стаканчик Лупануть Сил Нет Что Как Там Наш Родной Заводской Коллектив А На Халявку То Все Явились Подхаливы Мы С Нетерпением Ждали Эту Дату Ага Недолго Воровать Осталось Скоро На Пенсию Ну Что Затягивать Давайте Выпьем За Этот Замечательный Юбилей Митрошкин Дружочек Плесите Мне Стаканчик Че 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 Спасибо Достаточно Сын Налил Как Украл Сволочь За вас Водка Поганая Хорошая Водка Кстати Ну У нас Как Говорят Между Первой Второй Так Что Расходиться Начинаем Мне Больше Ста Грам Нельзя Крыша Едет Верочка Секретарша Пришла У нас Сегодня Вообще Ну ладно Еще одну Рюмочку И все Так Митрошкин Дружочек Еще раз За вас Кондрат Абрамович Нормальная Водка Два слова В этот Прекрасный День Не могу Не вспомнить И вашу Очаровательную Супругу Не могу Вспомнить Как зовут Эту дуру А Ну вы Все ее Знаете Друзья Она у нас Бухгалтером На заводе Зарплатку Нам выдает Иногда Матрошкин Что ты За любовь Прекрасная Водка Так надо Шефе Шефе Что-то сказать Хорошее Может Зарплату Прибавить Кондрат Абрамович Я Бесконечно Счастлив Работать Под вашим Руководством У меня Сердце Обливается Просто Радостью Когда я вижу Во что вы Превратили Ваш с нами Завод И он Думает О людях Сейчас Мужскую Душевую И женщину Не стыдно Пригласить Вот это Она Клюкался Лучше не Вспоминать Так Мордашкин Что я тебе Должен Постоянно Просить Давай 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 еще За родное Предприятие Пить или не пить Пить или не пить Может уже Хватит Ой ну Верочка Сегодня Вообще Какие Ножки Какая Пить А как это я не заметил Что тут собрались Милые Симпатичные люди И Кондрат Абрамович Вот такой мужик Всегда мне нравился Как я вас всех люблю Если б вы знали Абрамович Ядрен на дом Не вешай нос Раньше был Молодой Красивый А сейчас Сейчас просто красивый Как я там Морды Дай Налей Красивый А знаете О чем я сейчас подумал Надо будет Верочку В укромный уголок Затащить Надо будет Верочку В укромный уголок Затащить Ты дурак Кляк Ну Затащить И пожурить ее Поотечески Чтобы она Не обижала Иногда Нашего дорогого Кондрата Юбиляровича Юбиляра Абрамовича Я подумал о вечном Как сказал Пушкин А что он там сказал Давай выкручивайся Теперь Как сказал Пушкин Как отрезал За Пушкина Водка Супер Я не понял А что шеф Не выпил Не уважает Пушкин Ну-ка Выскажи ему Выскажи ему Быстро А что это Кондрат Абрамович Не выпил За Александра Сергеевича А Все Кажется Я вышел Из себя Не уважаешь Классика Не надо На меня смотреть Как Ленин На вошь На любовницу На свою Верочку Так смотреть Будешь Кажется Мне конец Что-то Что-то Это еще не конец Выпей Выпей Разворовал Завод И сидит Празднует Что я сказал Все Не конец Нет Это не конец У тебя есть Последний шанс Плесни ему Водку В харю Плесни ему Водку В харю Быстро Вот тебе Жло А сейчас Что Сейчас А сейчас Тебе Точно Конец Пофиг Гулять Так гулять И Заводская Правда Наша Фирма Транс Ворд Инкорпорейтед Продолжает Конкурсный Отбор На дозу Финансового Аналитика В секторе Биржевых Финансовых Потоков С учетом Импенданции Денежных Средств В современном Мировом Сообществе Следующий Кто Заходите Ох Я Доехала Слушай Селы 48 Трамвай А у меня В сумке Пирожки С мясом С капустой С мозгами Что Я начинку Делаю С мозгами А там Такая давка Что Семя Мозги Повылазивали Вот я Таких Выбор С вылезшими Мозгами Сразу Отправлял бы Добой Назад Но Руководство Требует Рассматривать Все кандидатуры Итак Заполним Вашу анкету Фамилии Имя Отчество Селиванюк Зоя Петровна Селиванюк Зоя Петровна Это Моя девичья Фамилия А по Мужу Я Довгалюк Довгалюк Это По первому А по второму Овчаренко Овчаренко А по третьему Гусаченко Гусаченко Вот с ним я развелась И вернул себе Девичью фамилию Так Еще раз Зоя с Палеозоем Предыдущее место работы Вымя Вымя Что Ну я доила Дояркой Мое место было Работой Вот это вот 10 литров ведро 20 литров домой Герой труда И родовик производства Так Все Проехали А проехал я сюда так Села на 48 Трамвай А там такая давка Что все мои мозги Поглазивали У нас серьезная фирма Вы соображаете Куда вы пришли Доярка Фотографию принесли С тобой Что Фотография С тобой Есть Пердовик производства Давайте Это что Это Это почему голая Это я перепутала Это Зорька Курова рекордсмен 40 литров Да А вот это вот я Это что А это Новый год Утро Слушай Я лучше Предыдущую фотографию В дело вклею Она Посимпатичней Итак Следующий вопрос Можете ли вы работать На дому В доме могу работать На дому нет У нас крышу пока От я всю скатываюсь Ну если только Надо привязать веревка Так все Проехали А проехала я сюда так Села на 48 трамвай А там такая давка Что все мои мозги Повылазивали Так стоп Стоп Следующий вопрос Вас интересует Карьерный рост Метр шестьдесят Метр шестьдесят Что метр шестьдесят Ты спросил рост Метр шестьдесят Это когда я трезвая А не трезвая Тридцать пять Тридцать пять сантиметров Как это Ну я же лежу И вот это Вот хочется Стать Тридцать Аналитиком Дамочка Из вас Максимум Что получится Это курьер А я и кур ем И гусе ем И козлов ем Так все Проехали А проехала я сюда так Сел на 48 трамвай Там такая давка Что все мои мозги Повылазивали У меня у самого Скоро от вас Все мозги повылазят Мадам Возьмите себе Заправила Все 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 Я все заправила Я все заправила Отвечать только На мои вопросы Ваше семейное Положение Да Да Что да Да Я в положении В каком положении В тяжелом Материальном Мне деньги нужны Сынок Да как Какой я вам сынок Нашли все Сынка Следующий вопрос Владеете ли вы Персональным компьютером ПК Кто ПК А ну пока Вы знаете что такое ПК Конечно Знаю Пока это до свидания А у Федерзен Да побачили Жил в баню Что такой тупой Сынок Все проехали А проехала я сюда так Сел на 48 трамвай А там такая давка Что все мои мозги Повылазивали Я вас понял Ну как с ней можно Разговаривать Следующий вопрос Вы говорите по-английски Не знаю Я не пробовал Может и говорю Здесь Переведите на русский Русский язык Зи свин Бегин Фром зе борт Го лон Подожди Дай помедленнее Зи свин Свиньи Бегин Бегут Фром зе борт За забор Го лон Го лон Слушай Какой английский Лёгкий язык Я не знаю Что по-английски Ты понимаю Дамочка У вас хоть мозги Ты вообще есть Нет Я вижу Все мои мозги Вытыкли в 48 трамвае Теперь я знаю Что такое утечка мозгов Нет Если вас возьмут На эту дозу Я съем Собственный галстук Я клянусь Средный аппетит Голодный что ли галстук то есть Ладно лучше кирожки мою поешь Ну откуда Откуда Вы взялись На мою голову Откуда С пензи я приехала У меня мама СПЕНЗА Вот и я смотрю Голость Мне ее знаком Мама Мамуля Наконец-то узнал С нее нож Я же не в гости приехала А ты меня как-то Глупости спрашиваешь Куда бегут Голые синие Эх Совсем заработал Сосинок Так все Расходятся По домам Место финансового аналитика Занято Ну вот скажите мне Дорогие женщины Вот идете В театр Идете Ну в гости Идете на какие-нибудь там Ну какую-нибудь тусовку Как сегодня говорят Да Вот надо одеться Как-то выглядеть Приходите домой Открываете шкаф И что? Что сказали? Одеть нечего Ну Одеть нечего Правильно? Правильно Вот говорят Что если Женщине нечего одеть Значит у нее Ничего нового Если мужчине Нечего одеть Значит у него Ничего чистого Правильно? Слушайте Мне надо было идти Ну мне надо было идти Я прихожу в шкаф Открываю Ну ничего Ну ничего Полный шкаф Барахла А надеть нечего Ну что это я купила Вот эта кофта Мохнатая Страшная Чего я ее купила? Чего я ее купила? Ой как будто Я не знаю Чего я ее купила Она была последняя За ней какая-то рука Потянулась Я хапнула Пришла домой Померила Ну Мохнатая обезьяна Все повесила Висит Все А вот эта вот В клеточку Костюмчик Продощица В бутике Сказала Последний писк моды Ну Один раз я в нем Пискнула Пришла на какую-то гулянку Пять дур Стоят в таком же пищат Я присоединюсь Пищали вместе А вот это я обожаю Вот эта шляпка Вот эта шляпка Свекровь подарилась Она тебе так пойдет Я надела этот горшок С ручкой Я поняла Почему у них в семье Одни женщины-одиночки А платье люблю Вот это обожаю Вы не представите Это платье Вот это Беленькое В клеточке Мама шла на выпускной вечер Боже мой Сколько лет прошло Боже мой А я в него вылезаю Представьте Правда я его Три раза надставляла Когда Лиску родила Когда Мишку родила И когда их отец Нас бросила Думала Руки на себя наложу Думала Возьму первые Попавшиеся Мужские руки И наложу их на себя Я На нервной почве Я не ела Я жрала Я ела 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 Растала Коровой стала Ну честное слово Вот вам признаюсь Девчонки Ну вот такая Пришла подруга Ты что с ума сошла Ты на кого-то похожа Ну потому что Муж бросил Какая радость от мужа Дети Они у тебя есть Ну и сбросил Ну что Займись собой Займись Правда стало неловко Ужасно Я пошла в фитнес-клуб Я похудела Да? Тормально Я открыла потом Один фитнес-клуб Сама Второй Третий Я теперь Бизнес-вумен А тут я Недавно Своего бывшего Встретила С его Лохудрой Я думала Что это свекровь Так постарела Идут вдвоем Вы бы видели Идут Щарк-щарк Щарк-щарк Я вышла Высокая Стройная Красивая Загорела Он на меня Посмотрел Так Я бы жизнь За этот взгляд Отдала Она такая Страшная Лицо Губки Так сложили Гузочкой Не знаю Чего она там Прячет Может деньги А я сумки У него не видела И он рядом Вон Тущий Худющий В костюме Мятым Едет Щарк-щарк Я его одевала Так он Размеров своих Не знал Я его одевала Он выходил На улицу Бабы Останавливались Щарк-щарк Я даже не знаю Есть ли у него Там белье внизу Может газеткой Обмотался Для тепла И все Но она Страшная Вот говорят Что женщина Создана Из ребра Адама Это явно Из его копчика Страшная Ну просто Ну просто А рядом с ними Их отпрыск Я ему детей Рожала Красавцы Губы Волосы Глаза Все в него А я это родила Как плюнула Весь в нее Весь Только пол Его Но я же знаю Этот пол Бедный мальчик Идут вдвое Вы представляете Я так Цак-цак Цак-цак Я думаю Боже мой У меня праздник Сегодня праздник Я пришла домой Мне надо сегодня наряжаться Надо что-то делать Открыла шкаф Думаю Что же мне Вот это надену Вот это надену Декольте Вот такое Я когда его покупала Продавщица Говорит Платье на охотника Точно Я когда надеваю Мужики как в кустах Сидят охотятся Ждут когда что-то выпадет А я так Надела платье Говорит Дочь Ну зацени мать Что хипуешь плесень Дочь Мы сегодня с тобой На дискотеку пойдем Да еще неизвестно Кого приглашать будут больше Одевайся девочка У матери Сегодня праздник Нас с тобой Город ждет Дочь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому